На пресс-конференции присутствуют и представители Казанской монашеской общины, татарской диаспоры, властных структур и общественности. В центре внимания тайна нахождения часовни Блаженного Царевича Якова. Она была одной из главных святынь Казанского монастыря и притягивала паломников вплоть до ее разрушения. В конце 30-х годов прошлого столетия часовню разобрали, а кирпичи использовали для ремонта печей. Инициатором археологических раскопок по поиску места захоронения Царевича Якова выступил епископ Дионисий. В течение нескольких сотен лет православные косимовцы, обращаясь с молитвой к Царевичу Якову, получали помощь. И поэтому на протяжении столетий сложился не просто образ, не просто впечатление от его образа, но сложилась четкая уверенность в том, что молитвы этого человека, когда он скончался, он был молодым еще совсем, на самом деле молитва этого человека перед Богом доходчива, как говорят простые верующие люди. В 90-е годы силами священника протоея Владимира Правдолюбова-старшего и церковной молодежи проводились первые раскопки, но они не дали результата, хотя место было определено безошибочно. То есть мы поняли, что на месте часовни огромная яма, огромный котлован, который засыпан всякого рода мусором. И в центре этого котлована должна находиться могила царевича Якова. Совсем немного им не хватило, чтобы в буквальном смысле докопаться до истины. Руководитель Лизанской археологической экспедиции Василий Конов подробно рассказал о проведении новых раскопок. Были обнаружены остатки фундамента часовни и обломки старинного саркофага. Мы в результате своих исследований, в результате наших общих исследований, архивных, георадарных, археологических, исторических, пришли к выводу, что место часовни можно найти, что судьбу захоронения можно установить. И мы это сделали. Методами натурных археологических исследований мы нашли место, где стояла часовня, и мы определили судьбу захоронения царевича Якова, что не было надругательства, что не было осквернений этого захоронения, что кости останки его были извлечены очень аккуратно, с большим почтением, и это было очень приятно осознавать. В то сложное время нашлись достойные люди, которые осторожно извлекли останки царевича Якова и бережно перезахоронили. Но кто они, до сих пор неизвестно. Раскрытие одной тайны породило новую. В рукописи о Казанском монастыре есть приписка от руки, к самому конце, где он написал, что по воспоминаниям последних монахин, после их ссылки в Казахстан, когда вернулся основной состав с матушкой-настоятельницей, она дала распоряжение перезахоронить мощи царевича вместе подальше от атеистов, как там сказано, что и было исполнено, отмечает отец Николай. И получается, это наша последняя связка, последний кусочек недостающей информации, потому что до нашего времени, естественно, не дожила ни одна монахиня монастыря, ни одна послушница. Отец Николай застал последних представителей монастыря, и они передали ему вот эту вот последнюю часть информации. Тайное перезахоронение силами монахи невозможно. Тело царевича поколось в огромном саркофаге весом около тонны. В этом должны были принимать участие, по крайней мере, еще шесть мужчин. Воспоминания об этом событии могут до сих пор храниться в семьях этих людей. Мы хотели бы обратиться к жителям Касимова. Может быть, кто-то что-то слышал, рассказы бабушек, дедушек, какие-то смутные воспоминания, потому что сейчас мы в этом плане только в начале нового исследования. И, может быть, информация, которая хранится в чьей-то памяти, поможет нам обнаружить мощи святого, которые были бережно перезахоронены нашими предками. Очень важно сейчас активизировать и молодежь. Желательно привлечь к посещению этой выставки как можно больше людей. Может быть, это не только жители Касимова, может быть, это окрестные населенные пункты, потому что тайна сохраняется. И, конечно, дойти до истины – это обязанность, я думаю, жителей Касимова. На выставке представлены архивные документы по истории монастыря, уникальные богослужебные предметы, предметы монастырского быта и сохранившиеся архитектурные детали разрушенной Пятницкой церкви, а также новые находки археологической экспедиции. Продолжение следует...